Пять минут до начала праздника. Фольклорный хор «Сударушка» к нынешней Масленице выучил новые песни и номера. Самое заметное новшество – у сударушек появился сударь. У нас скучно дома сидеть. По газете узнали, что здесь клуб «Долгодетие» существует. Пришли, узнали, что здесь поют. Вот мы и пришли. Мужчина в женском коллективе – повод добавить шуток в концертную программу. У нас уже получаются такие песни, ну, в общем, ну, как сказать, с юмором, с большим. Тонкий намек, как говорится, на толстые обстоятельства. Самые перченые шутки остались для тех, кто пришел на праздник в библиотеку номер один, то есть для участников клуба «Активное долголетие». Вместе с музыкантами они доказали – с возрастом чувство юмора становится только лучше. Продуйте, граждане хорошие! Из кармана вытащили гроши! Да, копей и надо, не будь тобой болван, нечего тебе, Владыка и Роман! Поехали! В Москву обдавляли, давай продавали в Москву! Старинная русская игра, похожая на печеную картошку. На ком считалочка закончится, тот и выбыл. Азарт неимоверный. Никто не хочет быть последним. Пока гости веселятся, на стол выкладывают блины. При содействии администрации округа ученики 4-х Одинцовских школ напекли их для пенсионеров в рамках недели добрых дел. Я обратил внимание, что вы, по-моему, все начинки попробовали, да? Да. Ну и с чем лучше всего идет? Ну мне с малиной кисленькая больше понравилась. На этой неделе первые блины. Ну так. Очень вкусные. И вот это вот, кто пек, это прям замечательная выпечка. Вот этих блинов. Спасибо большое. На праздник Масленицы в библиотеку пришло около семи десятков человек. Долголетием может быть не только активным, но и озорным, и веселым. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.